Узнают историю, пообщаются с современниками. Ульяновская область встретит свой 75-й день рождения самыми разными событиями. В региональных школах стартовал целый марафон мероприятий. Каждый день под новым девизом. Сегодня краеведческая перемена с плясками и угощениями прошла в 21-й школе областного центра. Звонок объявил перемену, но в школьных коридорах не слышно привычных разговоров. Народная музыка увлекает ребят в русский ручеек. Старинные забавы быстро сменяют татарские песни и чувашские пляски. Колорит добавляют национальные костюмы. Школьники мастерили их собственными руками. Это налобная повязка, которую носили чувашки-девочки, маленькие девочки. Она очень богато украшалась монетами и бисером. Чуваши очень долгое время были язычниками. Народная повязка масма играла роль даже оберега. Защищалась, что она защищает от злых духов, привлекает добрых духов и даже снимает головную боль. Чувашки в это верили. Во что еще верили, рассказывают сказки да предания. Книги здесь на национальных языках. Без внимания не остается ни медовый чак-чак, ни баранки у русского самовара. Экспонаты для этого фестиваля школьникам помогали подготовить родители и педагоги. Здесь представляют и собственные семейные традиции. Вообще у нас с семьей мы разговариваем практически всегда на татарском. То есть вот каждый там выходной навещаем бабушек, дедушек. Ну и мама постоянно варит национальные татарские блюда. Там суп, лапша и прочее. Вот такие чак-чак, перемеч, печь-печмаки и все. Ну да, мама у меня очень гостеприимная. То есть вот даже друг, когда приходит ко мне, он не остается не голодным. Наша школа, так же как и наша Ульяновская область, многонациональна. У нас учатся и русские, и татары, и чуваши. Множество национальностей. И мы стараемся соблюдать традиции всех народов, поддерживать и изучать традиции. Исторические квесты, фестивали, творческие встречи, почти полторы тысячи мероприятий в преддверии юбилея Ульяновской области. Каждый день этого марафона под новым девизом. Это узнаваемые строчки гимна 73-го региона. Основная задача, чтобы ребята не только вспомнили историю Ульяновской области, но и поняли, что они являются частью нашей области, частью нашей малой родины. И представили себя в будущем, то, что они могут сделать для своей области. А потому финалом в этом большом историческом марафоне станут встречи с успешными и популярными современниками. Это спортсмены, бизнесмены, творческой интеллигенции. Те, чей успех стал основой процветания Ульяновского региона. Кристина Гафонова, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск.